Она отвечала, никто Господи. Иисус сказал ей, и я не осуждаю тебя, иди и бред не греши. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельствуя мое истина, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Какая глава это? Восьмая. А в законе вашем написано, что двух человек свидетельствуя истины. Я сам свидетельствую о себе и свидетельствует мне, а мне Отец, пославший меня. Тогда сказали ему, где твой Отец? Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. Все слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в грамме. И никто не взял его, потому что еще не пришел час его. Опять сказали им, опять сказал им Иисус, я схожу и будете искать Меня, и умрете во грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Тут иудеи говорили, неужели Он убьет сам себя? Что говорят? Куда я иду, вы не можете прийти. Он сказал им, вы от Нижних, я от Вышних, вы от мира сего. Я не от мира сего, не от мира сего, не от всего мира. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших. Вот и Магомед умер в этих грехах, Мухаммад не поверил. Вот это доказательство того. Да. Когда сказали Ему, кто же Ты, Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас. Но пославший Меня, есть истинен, и что Я слышал от Него, то и говорю миру. И поняли, что Он говорил им об Отце. Итак, Иисус сказал им, как ищетесь от Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой. Так и говорю. Пославший Меня, есть со Мною. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно. Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус, уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Ну, по порядку. Вы в Слове Моем. А Словы это спрятали, какие же это ученики-то? Никакие. Никакие. Их никто не улучшит, ничего не знает. И когда об этом считаешь из-за слова, священники прямо от глоба лопаются. Я же про это только и говорю. Не ученики, а враги, получается. Христос очень четко сказал. И познаете. Мы христиане. Значит, в нашей жизни изучать Слово Божие. И познаете истину. И истина сделает вас свободными. Вы познаете истинное изучение, и она делает вас свободными. И когда Слово Божие не изучают, это рабы. Они ничего не знают. Они только Батюшка благословил. Кто благословил? Сегодня это самые страшные слова. Благословил. Никогда в церковь человек не уходит. Ничего, но он знает. А вот если я буду делать так, как кто-то благословил, то я выписываю. Царство Небесное мне обеспечено. И этот обман нельзя никак развеять. Почему? Потому что за ним стоит авторитет Оракула. Он встал и сказал. Из меня врань не пойдете. Они сейчас что угодно делают, но только чтобы уводить Батюшка. Поживут в грехе. Взятые в предмодеяния. В большинстве своем. На второй, третьей жене женаты. Ничего во внимание не берется. Главное, чтобы Батюшка благословил. А еще лучше и Христа. Рабы традиции и обычаев, да, получается? Ему отвечали. Мы семья Аврабамова. И не были рабами никому никогда. Но сами в это время были рабами у римлян. Как же ты говоришь? Сделайтесь свободными. Иисус отвечал ему. Сережа, что ты делаешь? Истина, истина, говорю вам. Позову, маманико, притормозь. Что случилось-то? Заснуло ли еще? Продолжайте выделение. Как минутку вы там где-то остановитесь? Километр. Откручено. Нижнее питание. Пока накатится машина. А потом найди место, где там побольше. И остановись сразу. Пока не читать? Ну, читать. Какое читать? Как надеяться надо. Вот туда, между этим. Мы должны съехать так, чтобы не на дороге быть. Подальше, подальше съехать, дорога. Вот так вот. Так, что случилось? Ну, что-то у нас... А? Прихонуло у меня. Уже выехал за эту сторону, а потом сразу рванулся в даре. Это уже никак. Дальше ты не поедешь сюда. Тихо, не ори.